Сегодня 90 лет Николаю Добронравову. Из ныне живущих точно поэт-песенник номер один, как говорится, с большим отрывом. Человек эпоха, точнее, человек нескольких эпох, минимум трех. Наших бабушек и дедушек, послевоенные наших мам и пап, 70-х. Ну а нашей, спросите вы, отвечаю, нашей тоже. Все его песни «Надежда», «Команда молодости нашей», «Ты моя мелодия» про прохожего, незнакомого, который то ли оглянулся, то ли нет, и даже про то, что Ленин такой молодой. Кто их не знает наизусть? Конечно, конечно, снобы могут сказать, дескать, совсем не Бродский. Соглашусь, но, во-первых, кто-нибудь из вас, снобов, поет Бродского? То-то. Попробуйте как-нибудь, потом расскажете. А, во-вторых, есть такой советский анекдот. Или были, как утверждают многие, про автора нашего гимна, того, старого советского, Михалкова Сергея Владимировича. И еще одного советского поэта, сноба, тоже. Так вот, едут они в лифте, сноб и Михалков. И сноб Михалкову тихо так на ухо говорит. А вот текст гимна, Сергей Владимирович, так себе, не нравится мне он, говорит сноб. А Михалков ему отвечает, тоже в полголоса. А знаешь, Женя, говорит Михалков, опять ты его стоя будешь? Слова учи. Я к тому, Николай Николаевич, дорогой, что мы слова давно выучили. Чуть не с рождения, считай. Теперь дети наши учат. С 90-летием вас. Ну, когда тебе все время кричат, «Двенадцать лет! Двенадцать лет!» Ну, господи, ради бога. У меня очень красивые глаза. Ну, так что же еще рассказывать? Не знаю, он может не понравится. Сейчас я начну на весь мир рассказывать. Зачем? Вот она, фантастическая скромность легендарной читы. Зная, что пышные торжества и громкие речи, они постараются свести на «нет», поклонники объединились в интернете под хэштегом «90 лет Добронравову» море музыкальных поздравлений. Песню, что придумали до конца допеть. В дальний путь собрались мы, но в этот край каёстный Только с самолетом можно долететь. Николай Добронравов рано проявил интерес к поэзии, за что чуть не поплатился, когда в третьем классе он выучил всю комедию Грибоедова «Горе от ума». Наизусть бабушка запаниковала и повела его в больницу имени Кащенко, психиатру. Я гляжу туда и вижу, как этот человек, который сидит за столом, вот так вот дергается, вот так дергается. Меня это совершенно вообще привело в ужас. Но бабушка меня к нему подвела, он так посмотрел, как мальчик нормальный, увидеть его. Она и выбрала, да на всю жизнь. Композитор Александра Пахмутова. Жена разливалась музыкой, муж рассыпался стихами и рождалась очередная народная песня. Коля никакой не подкаблучник. Иногда так могло бы показаться, да? Нет, нет. У них своеобразная система отношений. Великолепная, я считаю. Просто потрясающая. Особенно для двух людей, которые не просто живут вместе, а еще и вместе творят. А еще вместе полвека на передовой. Готовы сорваться, если чувствуют, что нужны стране. Так было при сооружении Братской ГЭС, во время ударной стройки БАМа. Уговорив артистов-исполнителей, они мчались в жару и стужу давать концерты. Когда было очень сложно, они приезжали к нам на Олимпиаду. И в Мехико, и в Гренобль, и в Саппор. И знаете, вот завтра матч, центральный матч, когда решается судьба золотых медалей. Напряжение, ночь не спишь. И вот они приходили и выступали. Они вдохновляли нас. Хоккей играет настоящий мужчина. Трус не играет в хоккей. Что? Трус не играет в хоккей. Одной строкой Добронравов может выразить настроение целого поколения эпохи, причем закажущейся доступностью и простотой месяца работы. Так гимн любви, свою мелодию, он создавал почти год. Моя мелодия, я твой преданный орден. Там ритм, строчек, каждый раз разная. Это была одна из самых трудных подтекстовок в моей практике. Я думаю, что если сейчас выйти на улицу, процентов 50 населения этой страны первую строчку произнеси, подхватит любой. Музыка и стихи Коля и тетя Шура. Вот они вдвоем. Просто потрясающе даренное нам Богом совпадение. Его стихи Команда молодости вашей. Команда, без которой нам не жить. В субботу на нашем канале день Николая Добронравова. В 12.15 сразу после новостей документальный фильм Николай Добронравов «Как молоды мы были». Потом концерт. И в 17.50 программа сегодня вечером посвященная юбиляру. Вот под этот гимн мы выходили все время на все игры. Именно эта песня вдохновляла нас на победы. А победы у нас большие. Майка, красные машины. СССР. СССР. Вы помните эту команду. И вы в районе команды.